И мы не нуждаемся сегодня в том, чтобы какого-то отдельного человека взять, сделать из него для себя путеводителя, у нас нет в этом нужды. Не может он лучше меня разбираться в происходящем сегодня в Чечне, на Кавказе, в России, что сделал Кадыров, что от него можно ожидать, для чего он то или иное что-то сделал и так далее. Он не может это лучше меня знать. Но не можете вы знать. Это то же самое, что и мы сейчас лезли бы в ваши какие-то дела, в ваши внутренние разборки, говорили бы, давай вот сейчас вот этого поддержите. И вы бы нам тоже указали бы на наше место, сказав, что мы не в теме. Поэтому давайте просто желать друг другу добра, победы, но не влазить во внутриполитические какие-то вопросы. С возвращением чеченцев из депортации в 57-м русское население начало сокращаться и к началу войны уменьшилось с 300 тысяч до 80. Такие дальновидные были, что так заранее уезжали или все-таки был геноцид? Ну, вообще эти цифры, они, конечно, их стоит проверить. Я не знаю, откуда ты ее взял, что их было 300, осталось только 80. Это вряд ли это можно как-то достоверно подтвердить. Ну, что касается дальновидности, на момент войны, уже в 94-м, то есть когда непосредственный ввод войск начался, этому предшествовало 3, как минимум 3 года очень серьезного такого кризиса в отношениях с Россией, из которого было понятно, что все идет, возможно, к крупной войне. Поэтому, ну, нет ничего удивительного в том, что русские люди, которым было куда уезжать, в отличие от чеченцев, у которых не было какой-то другой родины, каких-то других родственников где-то, куда они могли бы уехать. Неудивительно, что русские, русскоязычное население, оно начало выезжать на протяжении этих трех лет. Конечно, эти цифры, навряд ли, соответствуют действительности, но значительное количество русскоязычных людей, они, разумеется, выехали, не дожидались ввода войск. Но, тем не менее, на момент начала войны немало русскоязычных людей было на территории Грозного и рядом, и немало русскоязычных людей погибло от российских бомб, от российских артиллерий. Так что, в этом плане, они, конечно, разделили все то горе, которое мы понесли. Но, утрировать эту тему, пытаясь как-то обосновать тем самым геноцид, ну, это как минимум крайне нечестно. Конечно, геноцид это когда по национальному, этническому признаку уничтожаются, уничтожаются народы, уничтожаются люди. Это когда даже где-то что-то криминальное происходит, это не называется геноцидом, а тем более, если люди бегут от войны, им есть куда бежать, ну, при чем здесь геноцид? Саламу алейкум, Томсо. У вас есть кто-то, к кому вы обращаетесь по религиозным вопросам? Алейкум ассалам. Нет, у меня, хвала Аллаху, нет такой привязанности к какому-то отдельному человеку. Это очень плохо, когда ты берешься себя во всем авторитетом какого-то конкретного человека, то, как правило, его ошибки становятся и твоими ошибками. Поэтому нет, я не привязываю себя никаким личностям. Однако, опять же, хвала Аллаху, сегодня есть очень легкий такой и удобный доступ к информации, к знаниям. И мы не нуждаемся сегодня в том, чтобы какого-то отдельного человека взять, сделать из него для себя путеводителя. У нас нет в этом нужды. Мы просто какими-то легкими манипуляциями, взяв гаджет в руки, находим любые ответы на любые интересующие нас вопросы. Если же это какие-то сложные вопросы, то в этом случае я пытаюсь такие вопросы адресовать к нескольким людям. Опять-таки, хвала Аллаху, есть где обратиться, есть различные информационные ресурсы и так далее. Поэтому, к счастью, у нас сегодня нет такой проблемы, чтобы не было доступа к информации. Поэтому, да, если бы ты задал этот вопрос так, как бы в религиозных вопросах ты советуешься, конечно же, обязательно. Ищу информацию и советуюсь. Но я научился разделять между религиозными вопросами и вопросами бытовыми, политическими, иными. И когда тебя вот это отпускает абсолютное ориентирование на каких-то там религиозных авторитетов, на ученых и так далее, когда тебя вот эта тема отпускает, когда ты начинаешь понимать, что, ну, если тебе нужно узнать, как поститься, как молиться, то это вопрос религиозный. С ним надо обращаться к ученому религиозному. Не к ученому физику, математику, не к сапожнику или специалисту по ремонтам часов, а именно к ученому религиозному. Но когда тебе, наоборот, нужно узнать, сколько будет там 2 плюс 2, или как правильно починить свои часы, стоит ли тебе прошивать свою обувь или лучше наклеить туда накладку и так далее, да, или какие-то вопросы политического характера там и иные, то есть все то, что относится к быту, к жизни, не относится к религии, то вот здесь не надо вообще спрашивать об этом религиозных ученых. Об этом нужно спрашивать профильных специалистов. Поэтому вот я в таких вопросах спрашиваю профильных специалистов. И хвала Аллаху, к ним тоже есть доступ, тоже есть информационные ресурсы, очень легко получить ответы на интересующие тебя вопросы. А на ним, к сожалению, писать в БОД не помогло. Озвучь, пожалуйста, про то, как в Хорватии к нашим относятся, как к животным. Открой бот обратной связи. Так, бот обратной связи у меня открыт. Информацию по поводу Хорватии я знаю. И об этом публикуют, вообще освещают эти события на канале Вайфонда. Подпишитесь на Вайфонд. Они как раз занимаются вопросами убежища, курируют темы беженства. Поэтому там вы найдете все ответы. Ну и вообще сможете узнать, как обстоят дела в той или иной стране. То, что происходит в Хорватии, я тоже об этом читал. Как раз на канале Вайфонда. Как я понимаю, это из-за того, что сейчас активизировался вот этот канал попадания в Европу через Боснию и Гельцеговину. То есть люди с российским паспортом по безвизовому режиму отправляются в Боснию и Гельцеговину. Они там могут находиться то ли 30, то ли 90 дней без визы. И они, значит, оттуда пытаются попасть уже наземным путем, как я понимаю, попасть в Европу. И на пути становится Хорватия, которая является частью Европейского Союза. Но пока еще не входит в Шенген-зону, по-моему. В общем, и там их как бы первый вот этот отсел, видимо, начинается там. И, соответственно, нарушение прав этих беженцев, прав человека и так далее. Все это сейчас, к сожалению, происходит в Хорватии, как я понял. Как ты относишься к праву на свободное ношение оружия? Применимо это будет в свободной течении? Я считаю, что это вообще должна быть такая основа нашего законодательства, как в Америке. Вот у них, это у них прям закреплено в Конституции, ношение, право на ношение и хранение оружия. Я думаю, что у нас тоже должно быть. Я отношусь к этому очень положительно. Я считаю, что тотальный запрет на ношение оружия, это, ну, это не наш путь точно, не чеченский. Наоборот, чеченцы всегда носили оружие, хранили оружие, и я думаю, это должно быть у нас. Это право должно быть гарантированно и закреплено в нашем законе. Почему вы думаете, что наши знающие и ищущие знания вообще отстраняются от политики? Ибо прежде лидеры нашего уммата сами были учеными, или ПКРМ хорошо разбирались в религии. Почему сегодняшние отстраняются, я не знаю. Может им это неинтересно. В то же время не все, наверное, отстраняются. Есть и те, кто не отстраняется, кому это интересно. Я лишь обозначил, что специалистом в той или иной отрасли может быть не обязательно ученые ислама, понимаете? Вот что важно понимать. Нужно понимать, что вот этот вот исламский ученый, он учил религию, он учил Уран, Суну, и вопросы ему нужно задавать вот по этому поводу. Не нужно ему задавать вопросы, и тем более, даже если ты задал, получив от него ответ, не нужно считать, что ты получил ответ однозначно правильный. Потому что это не то, чему его учили, не то, на что он тратил годы своей жизни. Понимаете? Он совершенно другими вещами занимался. То есть в то время, как я, допустим, на протяжении последних пяти лет, ну, плотно вот в этом информационном поле занимаюсь вот этой вот политикой, там, нарушениями права человека, вот все то, что происходит сегодня, да, Чечня, Россия, Кавказ, там, грубо говоря, и, соответственно, я вот это вот, все в этом варюсь, я это знаю. А вот в это же время они изучали религию. И это лучше, чем то, чем занимаюсь я. Но они вот этого, соответственно, не знают. Всего того, что знаю я, они не знают, как и я не знаю того, что знают они. Надо вот это понимать. Не может он лучше меня разбираться в происходящем сегодня в Чечне, там, на Кавказе, в России, что сделал Кадыров, что от него можно ожидать, для чего он то или иное, там, что-то сделал и так далее. Он не может это лучше меня знать. Потому что, ну, он не изучал, это не его, как бы, тема. Это вообще, это даже в фоновом режиме рядом с ним не проходило. Он был занят изучением науки. Надо вот это понимать. Я уважительно отношусь к любым украинцам и неукраинцам, которые болеют за наше дело, как-то нам пытаются помогать что-то. Например, Гармаш, это человек на сайте администрации президента Украины, он создал петицию о признании Чеченской республики Ичкерия. Поэтому я, конечно же, очень благодарен этому человеку. Но, несмотря на наше уважение к этим людям, на нашу благодарность, все-таки не совсем этично, когда они лезут в какие-то наши внутренние, внутриполитические вопросы. Да, они это делают, желая, конечно же, нам добра. У меня нет каких-то подозрений в отношении этих людей. Но, к сожалению, они не могут ведь знать всего того, что знаем мы о своей какой-то внутренней кухне. И когда они, влезая в наши вопросы, еще и становятся на чью-то сторону, это вообще крайне неправильно. Поэтому им лучше было бы, конечно же, даже если они переживают, лучше было бы остановиться на каком-то пожелании. Сказать, вот происходит то-то и то-то. Мы с каким-то сожалением наблюдаем за тем, что нет какого-то единого, какой-то консолидации, что ведутся какие-то споры. Нам бы хотелось видеть чеченцев как единое, целое и так далее. К сожалению, этого нет. Вот если бы на этом они заканчивали бы, было бы, я думаю, правильнее. Когда они пытаются уже конкретно влезть, вот вы, чеченцы, сделаете вот это сейчас, потому что потом, но это уже как минимум некрасиво. Вот эти вот советы, давайте вы сейчас вот с этим, ну как так? Ну не можете вы знать, это то же самое, что и мы сейчас лезли бы в ваши какие-то дела, ваши внутренние разборки говорили бы, давай вот сейчас вот этого поддержите. И вы бы нам тоже указали бы на наше место, сказав, что мы не в теме. Поэтому давайте просто желать друг другу добра, победы, но не влазить во внутриполитические какие-то вопросы. Ты не понял суть вопроса. Вопрос не в гармаше, он отражает наше мнение. Мнение чеченцев, главная задача, свобода, а власть выберет народ, закайф ты или Майкл Джексон, сынок Чиуман. Ну это слишком громкие слова сказать, что слова Гармаша отражают мнение чеченцев. Я тоже чеченец. Тысячи людей, которые имеют другое мнение, они тоже чеченцы. У нас, по-моему, вот здесь у нас и начинает вся проблема, когда кто-то начинает говорить, что это именно он отражает мнение чеченцев. Там и с Кадыровым тоже есть чеченцы, может они-то отражают мнение чеченцев. У них в отличие от нас еще и сила есть, и оружие, и армия какая-то есть. Давайте не будем такие громкие делать заявления. Но есть у нас внутренние какие-то разногласия, внутричеченские. Давайте просто как-то в рамках приличия, мягко так, тем людям, которых мы уважаем, когда они по какой-то причине из-за неаккуратности какой-то залезли в какие-то наши внутренние моменты, давайте мы им мягко, аккуратно просто будем говорить спасибо за все, что вы делаете для нас. Мы очень благодарны. Но, пожалуйста, не лезьте во внутренние вопросы, нашу внутреннюю кухню оставьте. Мы тут как-нибудь сами разберемся. Может, вот так вот будем. И тем более не пытаться сказать, что вот есть мы, но вы одна группа. Но у вас вот такое мнение. Но мы это понимаем, принимаем даже. Но у нас вот другое мнение, есть другая группа, которая не приемлет вот эти ваши подходы, вот эта ваша концепция, давайте сейчас свобода. Для нас это какая-то не свобода. Когда нас какие-то рамки загоняют, вот только он, и вот только вот так вот, если она будет. Ну, зачем тогда мне такая свобода? Понимаете, я хочу свободу. Как раз таки свобода это когда народ себе определяет. И власть, и строй, и все остальное. Вот это свобода. А когда вы навязываете конкретного человека, конкретную группу, конкретный строй, это не свобода. Это просто ваш режим. Вы хотите установить свой режим вместо другого режима. А мне какой смысл менять путь Ахмада на путь Ахмеда? Для меня, как для простого человека, имеет это смысл? Мне нужно такое рабство, которое вы назовете свободой. Для вас, для Кадырова тоже это свобода. Для его сторонников тоже свобода. Потому что они в шоколаде, у них все хорошо. Поменять одних, у кого все хорошо, на вас, у которых также будет все хорошо. Если, имеет ли это для меня какой-то смысл? Наверное, нет. Поэтому давайте наши внутренние разборки оставим, будем их внутри разбираться. Людям со стороны их поблагодарим и в мягкой форме скажем, что спасибо, но нам это не нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!